Кальций для собак крупных, мелких и средних пород. Кальций – важный элемент, участвующий во многих жизненно важных процессах организма собак. Поступление его в организм очень важно для формирования зубов и костей и также влияет на свертываюсть крови и частоту сердечного ритма. Нехватка данного элемента в организме животного приводит к появлению многих болезней. Роль кальция в организме собаки. Глюконат кальций для собак также как и фосфор является важным элементом, без которого не обойдется ни одно животное. Благодаря поступлению в организм этих элементов зубы и кости становятся крепкими и сильными. Кальций для собак жизненно важен к сведению. Животное в любом возрасте нуждается в регулярном поступлении кальция в организм. Например, у щенков при получении необходимой порции элементов происходит правильное развитие скелета в период интенсивного их роста. А вот у собак более зрелого возраста укрепляются кости и устраняются болезненные ощущения. От поступления кальция в организм питомца также зависят и другие жизненно важные процессы, такие как сокращение сердечных мышц, свертывая емость крови, улучшение состояния шерсти, когтей, зубов и костей, рост клеток. Причины дефицита кальция в организме собаки. Причин по которым может происходить нехватка данного элемента в организме может быть несколько. Каждая из них имеет негативные последствия для животного, а вот наличие сразу нескольких в большинстве случаев приводит к летальному исходу несбалансированной питании, в котором отсутствуют все необходимые витамины и элементы. В группу риска чаще всего входят щенки или молодые животные. Например, если еда животного состоит исключительно из пищи растительного происхождения, то она не может сполна насытить организм питомца всеми полезными компонентами, в том числе кальцием и фосфором. Во время такого питания происходит нехватка минерала, что особо заметно на собаках крупных пород. Такое заболевание как питания возникает чаще всего у сучек в родовой и послеродовой период, а также во время лактации. В это время животное испытывает острый недостаток кальция в организме, потому как все его запасы были израсходованы во время беременности. Наиболее подвержено появлению болезни собаки мелкой породы, наличие эндокринного заболевания, в результате снижается синтез гормона, благодаря которому и происходит всасывание кальция. К основным симптомам нехватки элемента относят апатичное состояние, хрупкость и ломкость костей, плохой аппетит, повышение температуры тела и одышка, тахикардия, диарея, рвота, повышенная агрессивность. Кальций для крупных пород собак особенно важен, так как они страдают от суставных боль проявления дефицита кальция в организме собаки. В организме собаки все процессы взаимосвязаны между собой и если есть недостаток одного вещества, то это в свою очередь приводит к недостатку второго. Во время нарушения обменного процесса у животного могут проявиться такие заболевания, как рахит, эклампсия и истончение костей. Если у животного были обнаружены следующие симптомы, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к ветеринару. Нарушение координации Движение Заметное дрожание конечностей Беспокойство Боязнь света К сведению Наиболее часто нехваткой кальция страдает суки период лактации, потому как он весь поступает в молоко, а далее в организм щенка. Но если у них было замечено отставание в развитии или есть проблема зубами, костями, то ветеринар дополнительно назначает прием витаминов и добавок. Кальций для щенков и собак на натуральном корме Если щенок находится на натуральном скармливании, то достаточно трудно отследить количество поступаемого в организм кальция. Например, если животное будет сидеть на одном мясе, то чтобы в организм поступила необходимая суточная доза данного элемента, в день нужно съедать 30 кг мяса. Много кальция содержится в овощах и фруктах, но давать их щенку в качестве основного рациона не получится, поэтому если животное находится на натуральном скармливании, ему дополнительно назначаются витамины или специальные комплексы для собак, в которых содержится необходимая порция кальция и других важных элементов. Полезные продукты, чтобы кальций для щенков и взрослых собак поступал в необходимом количестве, рекомендуется вводить в рацион костную муку или порошок из толченых яиц. Содержание кальция в продуктах питания важно. Усвоение кальция происходит только вместе с фосфором и витамином D, поэтому необходимо следить, чтобы эти вещества ежедневно поступали в организм. Важно щенкам и собакам до трех лет давать скальцинированный творог, а вот взрослым собакам молочные продукты давать запрещается потому, как их организм не усваивает подобную еду. Также много кальция содержится в горохе, фасоли, овсянке и орехах. Сколько содержится кальция в натуральном корме и при натуральном скармливании животное не получает необходимую порцию кальция, поэтому дополнительно нужно давать витамины, назначенные ветеринарам. Наибольшее количество кальция содержится в лавленом сыре, твороге, брынзе, миндале, горчице, фисташках. Немного в меньшем количестве он присутствует в овсянке, ячневой крупе, горохе, грецких орехах, сливках, сметании и фасоли. Норма питания. Независимо от способа питания у собак должен быть строгий рацион, соответствующий возрасту щенка, от рождения до 2 месяцев, 6 раз. В сутки, от 2 до 4 месяцев, 5 раз, от 4 до 6 месяцев, 4 раза, от 6 месяцев до 1 года, 3 раза в день. Далее пса кормят 2 раза в день, утром и вечером. За один раз необходимо давать небольшое количество еды, но она должна быть хорошо сбалансированной и питательной. Какой кальций давать собаке? Обзор добавок. Кальций для собак крупных и средних пород также важен, как и для мелких, поэтому за его поступлением в организм важно следить и не Доводить животное до появления проблем в формировании скелета или же с суставами. Использование натуральных добавок с кальцием поможет обеспечить рациональное поступление в организм всех необходимых веществ. Эксель кальциум – это добавка для щенков и взрослых собачек, благодаря которой обеспечивается полноценное здоровье костей и зубов. Ветеринары рекомендуют употреблять эксель кальциум, особенно во время активного роста щенков и во время беременности. В состав входят фосфор, витамин D, способствующий усвоению кальция в организме. Эксель кальциум вьюнитов с кальцией плюс добавка, которая рекомендована к употреблению для щенков с трехмесячного возраста. Ее прием поможет укрепить опорно-двигательный аппарат, улучшить обмен веществ и ускорить рост животного. К сведению, средства можно совмещать с приемом других лекарственных средств или добавок. Конвит с кальцием и желатином – кормовая добавка, которая рекомендуется ветеринарами при нехватке в организме кальция и фосфора. Препарат хорошо усваивается организмом и очень важен для развития скелета, суставов, сухожилий, зубов, мускулатуры и хрящей. Крайне необходим препарат период роста животного, а также для беременных собак во время лактации. Он применяется для профилактики возникновения опорно-двигательных заболеваний, период старения животного. Валмар препарат содержит в себе аминокислоты, пробиотики, витамины, а также макро- и микроэлементы. Каждый компонент дополняет действия друг друга, благодаря чему оказывает положительное воздействие на организм. Валмар необходим для правильного развития связок мышц и соединительных тканей. Фитокальцевит – натуральная добавка, содержащая в себе большое количество макро- и микроэлементов. Комплекс имеет широкий спектр применения. Профилактика гиповитаминоза и авитаминоза восполняет нехватку в организме витаминов и минералов. Препятствует возникновению рахита и других проблем во время роста щенка, повышает иммунитет, проникновение вирусов, налаживает работу внутренних органов во время вынашивания щенков и период лактации. Фитокальцевит для собак Веда – добавка для собак, применяемая как для профилактики, так и для лечения. В составе комплекса содержатся натуральные травы, которые насыщают организм витаминами и полезными веществами. Препарат поможет укрепить суставы и улучшить обмен хрящевой ткани. Ветеринары рекомендуют применять комплекс для взрослых собак и для тех, которые ведут активный образ жизни. Биофар – витамино-минеральная добавка, которая насыщает организм животного кольцем и другими важными минералами. Прием добавки укрепит скелет и зубы животного, а также оздоровит шерсть. Обратите внимание, рекомендуется применение маленьким щенком, беременным и собакам во время лактации. Избыток вещества Проблемы у животного могут возникнуть не только во время нехватки в организме кольца, но и во время его избытка, потому как лишний не выводится из организма естественным путем, а циркулирует все время по организму, в результате чего откладывается в хрящевых или костных тканях. В результате избытка кольца в организме происходит возникновение таких заболеваний, как остеохондроз, искривление костей и гипертрофическая остеодистрофия. Кроме того, излишек этого элемента не дает другим компонентам усвоиться, в результате чего развивается минеральная недостаточность. Рекомендации ветеринаров Для получения необходимого количества кольца рекомендуется применять корм премиум класса. Он выпускается разделенный на несколько категорий, каждая из которых соответствует весу, возрасту и состоянию здоровья пса. Рекомендуемая дозировка для собак указана в инструкции на каждой упаковке. В этом случае нет необходимости дополнительно приобретать комплексные добавки. Если же животное находится на натуральном скармливании, то оно не получает необходимой ежедневной порции кольца, тогда необходим дополнительный прием комплексных добавок. Важно помнить, что бесконтрольный прием кольца может привести ко многим проблемам со здоровьем, поэтому принимать его необходимо. Строго по рекомендациям ветеринара.